Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин и сегодня будет одна из ваших самых любимых рубрик на моем канале Fixed Price это трэш. В этих видео я тестирую разную косметику из Fixed Price, как корейскую и не только. И сегодня я нашла очень много классных новинок, которые мы вместе с вами протестируем. Поэтому, если вам нравятся такие видео, то обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Ну и, конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы смотреть мои новые видео первыми. А теперь погнали! Вы знаете, с каждым разом мне становится все сложнее и сложнее искать какие-то новинки, поэтому вы мне очень поможете, если будете мне в мой инстаграм в директ присылать либо какие-то картинки, фотки, тех продуктов, которые вы хотите, чтобы я протестировала. Ну и заодно подпишитесь на мой инстаграм, потому что я там пишу классные посты, снимаю хорошие stories. Нет. И по традиции в последних выпусках я еще и пробую всякую там вкусняшку с Fixed Price. И сегодня у меня здесь продукты от фирмы Sensoy. Я от них только пробовала когда-то соевый соус и все. Но у них, оказывается, есть чипсы нори. Нори я вообще очень сильно люблю, а точнее корейский ким, то есть это прессованная морская капуста. И, честно говоря, вот это мне всего лишь на один зубок. И стоило их, по-моему, очень-очень дешево, там в районе 25 что ли рублей. И вот такие арахис в глазури. Давайте-ка попробуем. Да, это тоже стоило 25 рублей. Фишка этого арахиса в том, что он в кокосовой глазури. Аромат кокосового есть. Просто обычная панировка, немножко сладенькая. Но кокосового вкуса нет, только лишь кокосовый аромат. Если вы любите чего-нибудь погрызть, то вам это понравится. Но если вы худеете так же, как и я, и считаете калории, то лучше не покупайте вот эту дрянь, потому что здесь очень много калорий. А я последнюю съем. Чипсы нори из обжаренной морской водоросли. В принципе, они жареные, да. Давайте посмотрим, как на вкус они. Не самые вкусные, которые я пробовала в своей жизни. А пробовала, поверьте мне, я много. Но если учесть, что у нас, в принципе, мало чего продается такого подобного, а я это очень люблю, можно. Но на меня не напасешься, честно. За 25 рублей всего лишь здесь, извините меня, один нарезанный листочек. Нет. Поели. Теперь приступаем работать. Я нашла в фикс прайсе в этот раз вот такой тоник-активатор. И я сначала не поняла, я же вроде тестировала тоники от этой марки Сиандо. Но я тут поняла, что они просто усовершенствовали упаковку. За что им большой-большой респект. Потому что упаковка у них раньше была просто, ну, никакая. Тоник для лица тонизирующий. Повышает эластичность кожи, улучшает микроциркуляцию, удерживает влагу. Это, конечно же, не корейская косметика, чтобы вы знали и не путали. Эта косметика производится у нас в России. Это просто такой пиар-ход здесь некий. Типа, это азиатская косметика. Но на первом месте здесь вода, потом кофеин, бетаин, содиум, PSA. Если вам об этом что-то говорит. Смачиваем хорошо этот тоник. Его нужно наносить после того, как вы очистили лицо от макияжа. Достаточно приятно пахнет. Освежает лицо. Мне это нравится. Я вообще не верю, что тоники способны повышать эластичность кожи. Потому что это как завершающий этап очищения кожи. Но в целом неплохо. Я пыталась найти тоник, который я покупала до этого в старой упаковке. Но я его выбросила. Если сравнивать, то, конечно, лучше покупать вот этот тоник в новой упаковке. Здесь и наклеечка получше, и ничего не проливается. Следующее, что я нашла. Ой, посмотрите, что я здесь нашла. Это вот такие две новые маски. Ой, вот так вот. Две новые маски. Пленки. Одна розовая, а другая сильвер, серебристая. И сейчас мы вместе с вами протестируем и эту, и эту. Если вы смотрели мои предыдущие выпуски, то вы знаете, что я использовала уже вот такую, тестировала маску золотую. И она просто, ну, какашка. Ни о чем вообще. Мне не понравилось. С какой начнем? Давайте начнем с розовой маски. Перед применением рекомендуется помешать. Отлично. Мне здесь еще мешать нужно будет. Пахнет она достаточно приятно. Но уж очень много вот этого вот ароматизатора. Ох, нет. Пахнет она не очень. Какой-то химозиной, перламутрового цвета. И знаете, что хочу сказать? Что ощущение, как будто бы это какой-то слайм. Реально похоже на какой-то лизун. Ну что, эта маска уже более жидкая, чем золотая маска. Все-таки они берут во внимание отзывы обычных покупателей, я надеюсь. И давайте попробуем использовать специальную кисточку для нанесения масок. Потому что прошлый раз у меня не получилось ею нанести маску. Как будто я сопли размазываю просто. Вот посмотрите. Ну что, распределилась маска довольно-таки неплохо по лицу. И она распределилась, по крайней мере. Очень интересно выглядит, как будто бы маска из инстаграма, знаете, такая голографическая немножко. Переливается. Нужно подождать 15-20 минут и дать ей высохнуть. Но по практике таким маскам нужно как минимум 30 минут. Поэтому включаем здесь таймер и ждем. Ну что, как я вам и говорила, прошло намного больше времени. Я вообще не разговаривала. Я сидела в интернете. Посмотрите, что соус моется. То есть я стала, как все эти тпшки. Я просто разговариваю, как все инстаграмные телочки. Ну а чё? Не правда, что ли? Короче, у меня не получается просто по-другому это делать. И давайте попробуем снять. Ай, как это больно. Офигеть, у меня аж слезы. Да я снимаю видео. Закрывай дверь. Закрывай, закрывай. Короче, тут за меня заволновались. Короче, я просто в полном шоке от этой маски. Знаете, что я вам хочу сказать? Что эта маска отдирается с верхним слоем кожи. Конечно, потом ощущения, знаете, неприятные. То есть ощущения такие, как будто бы вашу кожу содрали тупо. Но при этом кожа гладкая. Отличный способ избавиться от лишних волос на лице. Вроде бы она стоила 99 рублей. Или же даже больше, я не помню. Но хочу вам сказать, что ощущения не из приятных. И я бы не советовала вам её покупать. Если у вас чувствительная кожа. Кстати, тоник, по-моему, стоил 50 рублей. А маска, я сейчас пошла и нашла чеки специально, стоила 99 рублей. Давайте-ка приступим тестировать вот эту маску серебряную. Это тоже маска peel-off. Серебряная маска-плёнка для лица. Это sebum control. А это ультра-тонус. Но в тонус, конечно, приводит не по-детски. Эту маску тоже нужно перемешать перед тем, как применить. И получается открыть. О-о-о! По запаху это ещё хуже, чем маска вот эта. Знаете, что я вам хочу сказать? Чем пахнет? Средством для унитаза. Выглядит как прозрачный слайм, в который засунули серебристые блёстки. У меня от этого запаха аж даже уже язык заплитыкается. Конечно, здесь достаточно мало этой маски. Я не знаю, с чем это связано, честно говоря. Выглядит это всё по-прежнему так же, как сопли. И попробую нанести это дело всё вот этой кисточкой. Моя любимая кисть для нанесения подобных масок. Смотрите, какая она симпатичная. Но, знаете, достаточно странное ощущение. Как будто бы опасно её наносить на лицо, учитывая её термоядерный запах. Я бы не стала рисковать на вашем месте и покупать что-то подобное. Всё-таки поберегите свою кожу. Ведь именно для этого создана у меня рубрика Fixed Price. Это трэш. Я нанесла эту маску и прям сразу ощущается лёгкое покалывание. Хотя с предыдущей маской я такого не наблюдала. Выглядит, как будто бы я по всему лицу нанесла блеск для губ. Отключаюсь я на 30 минут, пока эта маска у меня не высохнет. Мне даже страшно уже эту маску отдирать. Кстати, написано, что обязательно нужно снизу вверх это делать. Почему так больно? Мне просто объясните. Мне кажется, это ненормально, что маска до такой степени прилипает. То есть вы видите, да, она настолько стянула кожу, что мне кажется, она больше приносит минусов, чем плюсов. Ну вот, змея скинула свою кожу. Конечно, кожа гладкая. Но это всё из-за того, что она просто всё сдирает намертво. Извините меня, но такое удовольствие я больше делать не хочу. Потому что реально для людей с чувствительной кожей это вообще не подойдёт. Да даже для людей с такой кожей пуля не пробивает, как у меня. И то это больно. Спасибо, что живая. Я тут немножко подкрасилась и хочу нарисовать стрелки. А всё почему? Потому что я ещё купила вот такие палочки ватные косметические. Здесь целых 200 штук за 77 рублей. И это какие-то новые ватные палочки в фикс прайсе. И они не простые. Собственно, были бы простые, я бы там их не купила. Вау, как прикольно. Смотрите, здесь упаковка в упаковке. Интересно, мне это уже нравится. Здесь палочки необычные. То есть вы посмотрите. Во-первых, они, по-моему, бумажные. Бумага и вата. Состав, насколько я умная, а? Да, это бумажные ватные палочки с острым наконечником. Это довольно-таки необычно. Но почему я их решила взять? Я когда рисую стрелочки... А у меня обычно стрелочки никогда не получаются. Я превращаюсь тупо в панду. И сейчас я хочу попробовать вот эти вот грешки свои убирать вот этим острым наконечником. Давайте попробуем. В принципе, хочу вам сказать, чтобы вытягивать именно хвостик стрелочки, эти ватные палочки для этого хорошо подходят. То есть они достаточно плотные. Сам вот этот кончик, он не становится более мягким и не скривляется, не искривляется. Для косметических, именно для нанесения макияжа, для таких целей они отлично подойдут. Так что я советую вам, да, реально, подправлять стрелочки или же, наоборот, их портить. Ну что, друзья, вот такой получился у меня очередной трэш-обзор товаров из фикс-прайса. Обязательно ставьте пальчик вверх под этим видео, если вы хотите, чтобы они выходили намного чаще. Подпишитесь на канал, если все еще не подписаны, чтобы мы с вами не потерялись. И смотрите мои предыдущие выпуски, потому что они получились очень такие же классные и крутые. Увидимся с вами уже в новом видео. Всем удачи и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok